А мы направляемся в лагерь для особых детей, инвалидов, в котором проводится ежегодный лагерь. В основном лагерь даже для родителей этих детей, чтобы они отдохнули. А наше участие, как волонтеры, помогать. Так что поехали с нами. Добро пожаловать на территорию лагеря, который называется, я не знаю, как называется, но что интересно, владение это наших земляков. То есть наших русскоязычных людей. И вот мы все приехали, осталось паркануться и выгрузиться. Правда, знакомьтесь, Владимир, один из основателей, организаторов и координаторов этого самого крутого лагеря. Как называется сегодня? Жизнь продолжается. Жизнь продолжается, да. Это для людей с особыми нуждами. Ну, мы подробно все расскажем. Субтитры делал DimaTorzok Каша, утром, то, что нужно. Пирожок с чем, Анюта? С чем пирожок? А с овощами? Яйца и курсом. Привет, Тобик-старина. Привет, косой. Ты смотрю, как всегда, в отличной форме. Последнее слово. Убираем слово «плыву». Кто скажет «плыву», если скажет «плыву», ты вообще должна быть накрестной. Все слова, кроме «плыву». Это «one, two, three». Еще раз, нельзя говорить «плыву». Все слова запрещены, нельзя говорить. «One, two, three». Пластилин, Каша. Что ты лепишь? Курицу. Курицу? О, круто. А ну, покажи. Получается. Здесь художество происходит вовсю. Ты хочешь в домик? Привет, привет, Мик. Что здесь у нас? Дети здесь играются. Ты хочешь, папа? Хочешь сюда? Можно попробовать? Иууу, как чувствуется такой жир. Снеговик. Снеговик, правильно. Летом снеговик. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дорогие друзья, лагерь называется «Жизнь продолжается» И продолжается для особых детей и их родителей Вова один из лидирующих лиц этого лагеря Хотя там огромная команда На самом деле больше команды, чем самих отдыхающих было, да? Да, у нас огромнейшая команда Это благодарность Богу и спасибо волонтерам, которые согласились отдать свое время, свои силы И потрудиться для людей, у которых есть особые нужды Это классное время, когда мы можем просто отдавать Не получать, а отдавать Все мы любим получать Это нормально Но когда мы отдаем, это намного приятнее Поэтому очень много людей, которые согласились отдать свое время, свои силы И подрудиться здесь, в этом лагере для особых людей Супер! Это уже третий год, да, Вова? Это третий год Мы, конечно, это служение Это служение для людей с особыми нуждами продолжается довольно-таки давно Лет 7-8 Но именно лагерь, конкретно, это третий год Скажи, чтобы такой лагерь открыть в другом городе Что вовлекает тебя? Что нужно? Как его сделать? Чтобы открыть подобный лагерь В первую очередь, это нужно понимание, осознание того, что мы можем и должны помогать другим людям Можем служить другим людям И, конечно, это желание Желание отдать Если есть желание отдать, помочь Это первый фактор, что нужно для того, чтобы открыть этот лагерь Ну, конечно, потом это уже собрать команду единомышленников, которые готовы работать в этом направлении И вместе с этой командой уже заниматься организационными вопросами Какие сложные вопросы, сложные элементы, чтобы собрать родителей, чтобы организовать это? На самом деле, да, спасибо, Илья, за такой классный вопрос Действительно, есть сложные моменты, кроме организационных вопросов Наверное, один из сложных моментов, это найти ключ, подход к родителям, к их детям В том плане, что, в первую очередь, чтобы родители согласились даже выйти в лагерь Это тоже иногда требуется на это силы и просто правильного подхода, там, общения и тому подобное Вы знаете, на самом деле, эти родители, они классные, они настолько добродушные Они отдают время своим детям 24 часа в сутки, 7 дней, недели Они всегда в этих хлопотах, ухаживаниях со своими детьми И не всегда у них бывает свободное время куда-то идти И когда мы подходим, они даже сначала не могут понять, а что от них хотят Какой лагерь, что это такое? У американцев это принято и это вполне нормально Для наших русскоязычных поначалу это тяжеловато, это понятие, осознать, что это лагерь для них делается Вот, например, у нас в этом году в лагере потрудились волонтеры и массажисты И все мы старались это делать для родителей Это массажисты отдавали свое время для родителей Они проводили массаж-терапию, у нас маникюр был Профессиональный музыкальный учитель, музыкальная терапия Да, музыкальная терапия, у нас была тактильная терапия Это означает, что с детьми работают на уровне чувствительных сенсоров Это разные моменты То есть, действительно, Бог благословил нас волонтерами, именно профессионалами Которые именно в этом направлении И закончили учебу, и университеты, и колледжи И они работают в этом направлении И возвращаясь к этому вопросу В чем сложность? Иногда бывает сложность, что родители не до конца понимают, что от них хотят Я могу подойти? Подожалуйста, у нас лагерь То есть, найти подход Подружиться, в первую очередь, с семьей Чтобы войти в доверие Они вам могли доверять своего ребенка Вы знаете, когда они всю жизнь ребенка свое носят на руках И тут придет какой-то человек и скажет Я хочу поухаживать Не всегда, не каждый родитель соглашается То есть, войти в доверие Войти в то, чтобы показать, что я действительно могу помочь вам Полюбить вашего ребенка и помочь послужить вашему ребенку То есть, все-таки контакт с родителями Это один из моментов И чтобы они согласились выйти на природу Это тоже особого рода свой труд Спасибо, Вова И какое пожелание ты скажешь людям Которых коснулась судьба И у них дети или родственники С особыми нуждами С особыми диагнозами Которые чувствуют себя ограниченными Спасибо, Илья, за такой вопрос классный Действительно, у меня пожелания есть В первую очередь, пожелания вам, родители Чтобы действительно вы были открыты На все виды этого служения Когда кто-то захочет вам как-то помочь Открывайтесь Не убегайте от общения Наоборот, открывайтесь к общению И вам будет проще Вы знаете, когда в лагере много родителей Которые перенесли одно и то, что и вы Может быть какие-то тягости Какие-то сложности в жизни То есть для вас будет о чем поговорить Есть о чем поговорить Где-то я вот проходил, слышал общение Они и советуются Вот я этот вопрос решаю так А, да, классно Я могу тоже так решить То есть общение, делятся Как лучше помочь своим же детям Просто выговориться Не до конца, не каждый вас сможет понять Так, как может понять Такой же человек, у которого есть Такой же ребенок Поэтому будьте открыты К любым видам служения Не бойтесь доверять ваших детей Конечно, людям, которые хотят Просто послужить, помочь И на подобные мероприятия Говорите слова Да, конечно, мы будем, мы хотим И будьте открыты Супер Вова, спасибо огромное Ты на самом деле очень классный Ну, двигатель этого всего Собрал Каламанду И самоотверженность просто чувствуется И мы хотим всех зрителей И все-все люди И я особенно хочу тебя поздравить Со свадьбой через 7 дней Я не знаю, это видео чуть выйдет позже Но Вова, надеюсь, что ты после свадьбы Горел дважды сильнее, лучше И был продуктивен Для славы Божьей Главное, чтобы не сгореть Гореть это хорошо Сгореть можно Ну, и в принципе Для всех, кто это может Смотрит или увидит это видео Пожалуйста Если вы где-то увидите Подобных детей Убейте подобных родителей Всячески Поощряйте Я вас сплощаю, чтобы вы помогали Всячески уделяли им время Потому что Это вам Зачтется Зачтется Может быть не в этой жизни Это и хорошо, что не в этой жизни Как говорится Но вы получите Большое-большое удовлетворение То, что вы отдали И не обязательно получите обратно Мы всегда что-то делаем И возможно когда-то получаем что-то обратно Но когда мы делаем что-то Не получаем Это является более для нас Таким Не знаю Радостным моментом в нашей жизни То, что мы сделали А обратно не получили Сейчас На этой земле Поэтому Поощряю вас Увидели подобных Семьи Помогайте С детьми Работайте И служите им Что кушаем Яша Вкуснятина Вкуснятина Вау Даже суп есть А столько Лео набрал себе Ты все съешь? Отлично Отлично Привет Юля И все для нас это работают Профессиональные повары Как зовут тебя Сережа? Сергей Спасибо за вашу Труд За сцену За кадром Такие люди Благодаря вам Целый лагерь наслаждаются Спасибо вам Ух ты Какая красивая Поляна Как я рад Что могу Расти на ней Слушай Посмотри Лента чудовище Что растет рядом Бабушка Благодаря вам Я не буду Целый лагерь наслаждаю И шум лесов Пустынь смиренная Молчали Дыхание полное Ветров Тело веки Благодаря вам Благодаря вам В этом году он сыграет на гитаре Да? Слава Богу Слава Богу Если вы согласны Скажите Praise the Lord Слава Богу Юля Ты готова с нами петь? Да Итак Сейчас Те кто знает песню Пилим-пилим Выходите на сцену Все музыканты Мы вас приглашаем Вот сюда Сейчас Если вы обратили внимание На ту сцену Спасибо Диана И вся ваша команда Которая устроила Весь дизайн Мы сейчас будем строить Этот большой ковчер Только он будет Уже не из тряпки Он будет С оставающего дерева Смотрим себя на Олю Она показывает 1, 2, 3 Бог велел мною построить ковчер Приготовься плыть Каждый человек Чтоб страшных волны Большого суда Вас не засалим Расплох никогда Пилим-пилим Прибиваем дерева Пилим-пилим Прибиваем дерева Показываем все Билим-пилим Прибиваем дерева Так струальной Очень быстро Хрю-хрю Гря-гря Псс Му Хрю-хрю Гря-гря Псс Му Хрю-хрю Гря-гря Псс Му Парами животные Жи королю Диана 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 Дирова Диана Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Круто! Твое слово, Илья! Субтитры делал DimaTorzok Все, тогда гуднайт, увидимся завтра в 8 подъем Сережа Ну ты крутой, где ты взял такой костюм? Субтитры делал DimaTorzok Подарили? Это у тебя много медалей, да? У тебя много медалей В баскетболе и в разных спортах Молодец, ты классный Ты спортсмен Мы рады от тебя, чувак Мы рады от тебя, чувак Что-то Что-то Очень круто Но это маленькое Это там массаж делался, да? Да, там массаж делался А что у вас здесь происходит? Мы ногти не тратим в чужое село То есть вы профессиональные косметологи? Да И сколько у вас там набора? Я в шоке Сколько у вас сегодня было клиентов? 20 человек За последние пару дней 20 человек Круто Это было профессионально И два Да, вот видите Очень четко Спасибо Это была Марина В следующем году Если хотите что-то классное себе Приезжайте в этот лагерь Спасибо Комнатки Комнатки Есть, надо просто Что-то принес Да Друзья Хотел эти инструменты есть? Помните, нам нужно шагать Если меня сожигает Шагает Колейней выше Колейней выше Тварей Вот так А теперь Восторг А теперь Восторг А теперь Там Восторг Музыка Благодарю Очень вас Я, знаете И думаю, что не только я, а многие из вас имеют какую-то память, которая обновляет наши какие-то чувства. Вот на протяжении нашей жизни что-то случилось в нашей жизни, а потом это повторяется, что-то такое, которое вызывает нашу память за много лет назад. Это только Господь делает, и мы имеем эту такую дружную семью, за что мы вас сердечно благодарим. Я благодарю Бога за то, что сегодня мы могли здесь просто иметь это участие, как с вами можно стать немощной, если какая-то хотя бы отдача у нас была, мы были счастливы. Это для нас, можно сказать, привилегия быть здесь, и я благодарю за каждого. Вы огромный пример для меня. Дай Бог продолжать, чтобы у нас такие же служения были, и чтобы мы могли послужить вам, чем мы можем. Спасибо вам. Огромное спасибо Диане и кто все это приготовил. Большое благодарность всем за эти прекрасные минуты физзарядки. Можно было их нагружать, особенно мамочек побольше, чтобы мы... В общем, такая музыка, не просто так, а это было интересно. Было интересно детям, было интересно то, что нам, родителям. Мы вам сердечно, сердечно, всем благодарны. И благодарны Господу, что кто нас объединил. Вчера был такой вот вопрос на костре. Вот как мы в церкви, и как мы вот ощущаем вот это вот дружелюбие. Все ли нам родные, или как-то кто-то нам чужой. Вы знаете, вот мое такое мнение, что мы становимся родными от общения. И чем больше мы общаемся, чем ближе мы узнаем друг друга, тем ближе и роднее мы становимся. Мы родные по нашим ведам, которые Господь нас объединил. А также мы родные в Иисусе Христе. Это вот двойное наше родство. И хотелось бы, чтобы доверия продолжались еще. Это было бы благословием и для нас, и для наших детей. И думаю, что для всех присутствующих. Слава Господу за все, и всем сердечно-сердечной благодарностью. Человек в жизни делает два важных шага, решения. Первое – это обращение к Богу. А второе – это выбор спутника жизни. И через неделю у нашего брата свадьба. Давайте мы его сердечно поздравим. Чтобы Господь вас сердечно благословил. Действительно, я тяжело иногда говорить, потому что мы понимаем, насколько это вот, смотря на вас, на ваши семьи, сколько вы сил отдаете, сколько труда, столько внимания вашим детям, мы понимаем, что это пример. Пример для нас, для общества. Вот эта любовь, которую вы оказываете, это то, к чему должны стремиться мы. То, к чему должен стремиться каждый человек. Мы можем кричать, мы можем говорить, мы можем говорить, что мы любим Бога. И это хорошо, что мы это говорим. Но любовь к Богу, в первую очередь, проявляется, когда мы любим своего личного. Когда мы можем показывать эту любовь друг к другу и показывать то, что мы действительно служим Богу. То, что мы храним и исполняем Его заповеди. Благодарность вам, родители, за вас и за ваши детства, которые действительно призваны поменять мышление общества. Вы меняете наше мышление, вы меняете нас, для того, чтобы мы могли научиться жить и любить. Любить и действительно понимать, что это то, что даёт нам Бог. Мы призваны к тому, чтобы любить и делать. Делать это не просто на слова, а делать это, насколько это возможно, на деле. Делать это не просто на слова,